Противоречивый закон об обеспечении равенства, принятый парламентом Молдовы в мае этого года, продолжает тревожить молдавское общество. Призыв Священного Синода Русской Православной Церкви к властям страны с просьбой внести изменения в закон, чтобы предотвратить пропаганду половых извращений, к которым относится гомосексуализм, не приняли к серьезному рассмотрению. Отказ властей прислушаться голосу церкви объясняют тем, что никто не может указывать Молдове, какие законы учреждать. Однако сам закон был принят под давлением Европейского Союза, как обязательное условие для получения республикой безвизового режима СИЭС. В этой ситуации Кишиневская митрополия призвала христиан к испробованному веками средству – посту и молитве. В ситуации разбирался наш коллега Юлиан Прока. Противоречивый закон об обеспечении равенства вызвал возмущение десятков тысяч жителей Молдовы, а особенно одна из статьй этого документа, которая запрещает дискриминацию сексуальных меньшинств. Молдавская митрополия неоднократно обращалась к властям с призывом не принимать закон. Спикер парламента Мариан Лупу был приглашен на встречу с представителями Священного Синода Молдавской Церкви в апреле этого года, специально для того, чтобы обсудить закон. После чего выслушал позицию Священного Синода Православной Церкви Молдовы, председатель парламента заявил, что закон, именуемый тогда против дискриминации, в окончательном варианте будет отредактирован, чтобы в нем не было двухсмыслей и не осталось места для интерпретации, чтобы он не предусматривал возможности образования семьи людьми одного пола, усыновления ими детей и многого другого, противоречащего христианским нормам. Вот что заявил Мариан Лупу в апреле. Закон против дискриминации будет принят, но не будет никак противоречить христианским нормам. На данный момент есть решение для того, чтобы этот законопроект не противоречил национальным традициям и христианским нормам. Парламент позаботится о том, чтобы он имел форму приемлемую и для государственных властей, и для Православной Церкви, и для всего общества. После этого заявления закон, именуемый изначально против дискриминации, был переименован в закон о равенстве шансов, а потом в закон об обеспечении равенства. Однако его смысл не изменился. Понятие сексуальной ориентации закона не исчезло. Молдавское общество протестовало неоднократно 25 мая, в день заседания парламента, в повестку дня которого был включен и вопрос о принятии закона, в то время как депутаты заседали, епископ Бельский и Фалешский Маркел окропил святой водой здание молдавского парламента. Однако это не остановило депутатов принять закон сразу в двух чтениях. Ранее Молдавская Православная Церковь высказала свою позицию насчет данного закона. Священный Синод Православной Церкви Молдовы обеспокоен пагубными последствиями для общества, которыми чревато утверждение этого проекта, содержащего понятие сексуальная ориентация и сексуальные меньшинства. Мы изучили законопроект. В целом он нормален, за исключением этих синтагм. Священный Синод Русской Православной Церкви констатировал на двухдневном заседании в Патриаршем Центре на юге России, что, к сожалению, многочисленные призывы Кишиневской митрополии и других конфессий исключить из проекта закона понятие «сексуальная ориентация» были проигнорированы. Предложения Синода Православной Церкви в Молдове о создании комиссии для детального анализа и улучшения законопроекта не были приняты во внимание. В подтверждение этому и сегодняшние заявления Марьяна Лупу, которые звучат по-другому, по-другому звучат и заявления других официальных лиц. Никто не может указывать Молдове, что делать. Это наше суверенное право, и оно должно быть таковым. Мы ознакомились с заявлением Синода, и все. Этот закон был принят, и мы, как суверенное государство, осуществляем свою политику, опираясь на закон. Напомним, что в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви в частности говорится призываем власти Молдовы и все общество противостоять попыткам пропаганды половых извращений, разврата, безнравственного поведения и найти возможность внести соответствующие поправки в закон. Только данные вечным Богом неизменные нравственные ориентиры, как показывает история, могут быть прочным фундаментом для устроения всех сфер национального бытия. Президент Молдова Николай Тимофти говорит, что к заявлению Священного Синода можно прислушаться, но только в определенных условиях. Закон может быть пересмотрен только в рамках действующего законодательства. Если призыв Синода будет услышан людьми, которые вправе инициировать процедуру пересмотра, тогда посмотрим. Закон об обеспечении равенства вступит в силу с 1 января 2013 года. Против закона резко выступили и несколько политических партий Молдовы, в том числе парламентская оппозиция. Кишиневская митрополия призвала православных христиан молиться и поститься, дабы в этой ситуации это единственные православные орудия, с которыми христиане во все времена побеждали.